Еще один вариант досуга на ближайшие выходные появился в Одессе. Ботанический сад на французском бульваре открылся спустя два месяца карантина. Правда, полюбоваться экзотическими, а порой уникальными растениями можно только в одной части сада, напротив Чкаловского санатория. Другая, так называемая, экскурсионная зона в связи с карантином пока что закрыта. А гулять под цветущим аллеем можно группами не более трех человек. Как ботанический сад возвращается к привычному ритму жизни, видела Светлана Довжук. Розари в ботаническом саду наконец-то радует одесситов спустя два месяца карантина. Он пока не в полном цвету, но совсем скоро эта поляна будет усеяна розами разных цветов. Как говорит руководство ботанического сада, карантин прошел непросто. Ведь независимо от эпидемиологической ситуации, растения нуждаются в человеческом уходе. Потому сотрудники на карантине в ограниченном количестве приходили, поливали и пересаживали цветы. Сейчас для прогулок доступна только одна часть сада по адресу Французский бульвар 48-50. Другая же часть парка предназначена только для экскурсий, от которых пока пришлось отказаться. На старой территории у нас только экскурсионное обслуживание. Экскурсионное обслуживание это всегда группа людей, явно больше трех человек, это до 20 человек. Такое собрание людей в общем-то запрещено. В том плане, что денег у нас не было, а теперь у нас их еще меньше. Да, испытали. Потому что ботанический сад финансируется у нас только университетом, почему-то бюджетных средств пока не выделяют. Будем надеяться на лучшее. Ботанические сады, нигде в мире нет ни одного ботанического сада, который мог бы сам себя содержать. Все это связано с тем, что все эти земли выведены из оборота. Они не дают каждый год урожай. Единственное, чем ботанический сад может зарабатывать, это экскурсии, это посещение посетителей по входным билетам. Ну и, естественно, это не покрывает всех затрат ботанического сада, потому что коммунальные платежи, вода и электроэнергия все время поднимаются, растет цены. Повышать цены на входные билеты экскурсии руководство сада не планирует. Стоимость прогулки остается прежней. Для взрослых это 50 гривен, для детей 30. Несмотря на финансовые трудности, в саду даже появляются новые виды растений и цветов.